Продолжение следует... 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 Еще раз, здравствуйте, командир. Я всегда вспоминаю этот, извините, анекдот, когда мужчина пришел в морг и увидел улыбающегося человека, труп. Он говорит, надо же, от чего же он скончался? Он говорит, от удара молнии. Он говорит, от чего же он улыбается? Он думал, его фотографируют. Как? У нас кто-то предстоит или мы можем начать? В принципе, мы уже поговорили с коллегами, они уже ожидают вашего... А где наш генеральный директор, господин Досман? До приезда в Тбилиси у него фамилия была Досман, но сейчас, с этого периода он Досманидзе. Досман. Дайте, пожалуйста, место для нашего генерального директора Ортеса. Десятилетие, у них опыт есть большой, которого недавно избрали в Москве единогласно, я подчеркиваю, президентом всех грузин, живущих в России. Ассоциация грузин, живущих в России. Союз грузин. Так, кто же? Мой старый, давний друг Анзор Кикаличвили, предприниматель, с которым мы когда-то начинали, когда заканчивался Советский Союз, перестройка, перестрелка. Вот, мы еще тогда занимались с ним бизнесом. Потом Анзор дважды баллотировался в президенты России. И даже взял фамилию деда своего на очередные выборы. Он был Афксинтьев Анзори. Потом, в связи с тем, что его не избрали президентом, он стал опять Кикаличвили. И понял, что это намного интереснее, чем быть президентом. Вот, ваш покорный слуга Кабзон Иосиф. Вы представьтесь, пожалуйста. Они знают. Они вас знают? Нет. А я нет. Давид Хоккиташвили, Куртур Савитус, он взял это самокосы-посы. Кто? Председатель. Председатель. Нет. Денисчерство, Куртур, так и отдел департамент мероприятия, и вы начали. Понял. Спасибо большое. Итак, уважаемые журналисты, прежде всего я хочу сказать вам, что я отношусь с уважением к вашей профессии. У меня много настоящих журналистов-друзей. Может быть, даже их имена вы и знаете. Такие, как ушедший из жизни Тимур Гайдар. Не Егор, а Тимур Гайдар. Я был еще знаком с фронтовыми журналистами. И дружен с Ашанином, Матусовским, Далматовским Евгением Ароничем, который как бы дважды был погибшим во время Великой Отечественной. Симонов Константинов. Это вот такие настоящие профессионалы-журналисты. Профессия очень важная, очень нужная. И несмотря на то, что у меня не всегда складывались в период Ельцина, в взаимоотношениях была задача журналистам сделать из Кобзона мафию, наркобарона, торговаться оружием и так далее. Очень смешно. Меня поселили в этой гостинице в номер, на двери которого находится табличка. Здесь жил Буш. Надо же, Буш меня не пускает в Америку, а я в его номер в Грузию въехал. Вот такое вот непонятное, значит, происшествие в Тбилиси. Я хочу вам сказать, что я счастлив, что я снова в Тбилиси. И не потому, что вот журналисты, чтобы они написали хорошо о Кобзоне, я совсем не этого жду. Я хочу от журналистов объективной оценки, так сказать, нашего пребывания. Визит, который, так сказать, организует ОРТЭС, в котором принимают участие академические коллективы. Ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России. Мы даже спрашивали, дабы, так сказать, решить деликатный вопрос, захотят ли, скажем, Тбилиси на сцене видеть людей в российской военной форме. Нам сказали, а почему нет? Я говорю, да, я с вами согласен. И дай бог, чтобы в Грузии всегда российская военная форма приходила только на сцену. Я думаю, что вы с удовольствием будете ее приветствовать. И академический лучший хор России, академический камерный хор под руководством Владимира Минина, профессора, академика, народного артиста Советского Союза. Вот. Ну, это в рамках юбилейного тура. Это посещение. Я, с вашего позволения, хочу дожить до сентября месяца, когда я отмечу свое 70-летие. Ну и вот, интрига состоит в том, придите, послушайте, посмотрите, имею ли я право выходить на сцену и петь или нет. Это уже вам судить. Ну, в данном случае я прекрасно понимаю ваше внимание. Здесь интрига не столько вот в творчестве Кобзона, как вот интересно еще раз поговорить о взаимоотношениях наших, я так думаю, которые претерпевают, к сожалению, какие-то не самые лучшие моменты. Хотя вот ни народ, ни мы, артисты, творческие работники никогда абсолютно не нарушали наше взаимоотношение. Я счастлив был сегодня в аэропорту увидеть Нани Григоадзе, которая встречала нас. Моя давняя добрая подруга, певица, которую я очень люблю. Моя жена ее просто боготворит, когда Нани выходит на сцену, говорит, вот смотри, какая должна быть женщина. Я говорю, что ж ты мне говоришь, ты смотри, какая должна быть женщина. Но я хочу сказать, что я всегда с болью в сердце воспринимаю любые абсолютно постигательства на любовь к Грузии и на дружбу с Грузией. Потому что я, собственно, как артист 50 лет тому назад и состоялся в Грузии. Я служил в ансамбле песни и пляски за Кавказского ивана округа на проспекте Руставели, 16. У нас был там Белийский окружной дом офицеров. Сначала я служил в армии в школе сержантского состава в Манглисе. Оттуда меня уже забрали в ансамбль. И, в общем, в самодеятельности я всегда выступал. Но впервые подумал я о профессиональном обучении вокалов. Здесь, в Тбилиси, когда руководитель ансамбля Мордасов, хормистер Аваков просто предложили, мне сказали, ты должен учиться. И я в солдатской форме демобилизовался, приехал в Днепропетровск, в свой город, где я жил до службы в армии. В общем, несмотря на протесты, мы очень бедно жили. У нас было пятеро братьев, сестра. Несмотря на протесты, так сказать, моих родных и близких, при поддержке мамы моей, любимой, которую я боготворил, и боготворил по сей день, потому что, несмотря на ее уход из жизни, она для меня всегда остается самым главным человеком. Сегодня, когда я прилетел в Тбилиси, первое, что я сделал, я поехал на кладбище поклониться памяти тех людей, которых я знал, которых я любил. Это Инесса Церетели, супруга Зураба. Я ее знал, это красивая женщина, потрясающая женщина. Она с улыбкой уходила из жизни. Вот. Это, к сожалению, мы с Анзори приехали за несколько дней до ухода из жизни к Коте Махарадзе. Когда он уже практически был в коме, практически никого не узнавал, когда ему Софико сказала, Коте, посмотри, кто к тебе пришел. Ну, посмотри, очнись, посмотри. И он открыл глаза, она назвала мое имя. Ты помнишь, да? Озарение. Да, как можно было. Вот. Поклонились Коте, поклонились Тенгиза Сухишвили. Потом поехали, поклонились двум легендарным футболистам. Ассотяне, Кипиане. И потом поехали на могилу Гоголы, матушки Азори. Эти красивые женщины. Вот это такие были печальные поклоны. И вот встреча с вами, где, как я предполагаю, мы взаимно должны понять друг друга и задать друг другу вопросы, если они у нас есть. Потому что, притом, маршрут мой юбилейного тура проходит в Великой Державе. Вот. И я очень хотел бы, чтобы суверенное государство, которое возникло уже после распада Советского Союза, чтобы они оставались дружескими. Что же мы так много лет говорили о братстве, о дружбе, и вдруг в миг забыли это. И когда стал вопрос Азербайджан или Армения, я сказал, и Азербайджан, и Армения. Я по-прежнему живу в том Советском Союзе, в котором я жил, который меня воспитал. И для меня все это абсолютно, я не декларативно воспринимал эти призывы к дружбе. Декады русского искусства в Грузии, декады Грузии в Казахстане и так далее. Как мы были духовно богатыми и обогащали культуры, так сказать, друг друга, национальные культуры. Вчера у меня была встреча, меня принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Мы с ним долго достаточно говорили о проблемах взаимоотношений. Я счастлив был узнать о том, что его указом меня наградили высоким орденом, азербайджанским орденом славы. И состоялся потом концерт. В общем, такое, в общем, такое ностальгически-дружеское отношение. Я вспомнил песни, которые, может быть, даже вот молодежи, здесь очень много молодежи, которые не знают, но мы их все пели, потому что я их пел здесь, в Тбилиси, ну, что ансамбль был песней и пляски из-за Кавказского военного округа, куда входили и Баку, и Ереван, и Тбилиси, и не только столицы. И я вчера им пел, они взрывались аплодисментами, эти песни, которые я когда-то пел там. Помните? «Севгелим, Севгелим, так в Баку, так у нас в Баку любимую зовут». Или там, «Я встретил девушку полумесяцом, бро». Или там, «Только у любимой могут быть такие». Я не то, что хотел им комплимент сделать, я себе хотел сделать комплимент. Я вспомнил те годы, когда я их пел, эти песни, и в Азербайджане, и потом уже в России. Вот это очень интересно. И когда у меня спросили, «А вы в Ереван едете?» Я говорю, «Еду». Ну, для них это очень нонсенс, потому что, скажем, неудивительно то, что Муслим, Магомаев, фантастический певец по популярности, с которым никто не может сравниться по сей день. Даже Примадонна наша. Он был удивительно популярным человеком. И, собственно говоря, все, так сказать, шлягеры, которые сделали его популярными, ему написал Бабаджанян, Арно. Мы были уже вторым эшелоном у Арно. Я с ним дружил, с Арно, и мне там что-то доставалось. Но всегда, так сказать, вот первым для него был Муслим. И Муслим даже на вечере памяти Арно, даже на вечере памяти Роберта Рождественского отказался петь песни, потому что это армянский композитор. И мне было очень странно, с одной стороны, приятно, когда я уже заканчивал свой вечер вчера в оперном театре, и вдруг зал заорал «Мгновение!» Ну, «Мгновение» это написал армянин, «Ревердиев». Я говорю, «Учтите!» Я ему говорю, «Учтите!» У меня в программе сегодня мгновения не было. Это вы потребовали. Я вам за это очень благодарен. Я спел мгновение. Вот, дальше Ереван, дальше Белоруссия, дальше у нас Украина, моя родина, несколько городов, Киев, Донецк, Днепропетровск, Одесса, дальше Молдавия, Кишинев, после этого Прибалтика, теперь про 11 сентября, в котором примут участие еще под руководцем Некрасова, хор Турецкого и Израиль. Но это не по еврейской принадлежности, а просто так запланировано было, что мы закончим уже этот юбилейный. год и юбилейный тур в Израиль. Вот, собственно говоря, планы мои. И мое огромное желание, чтобы встреча наша не носила никакой политический характер, чтобы концерт, который мы предполагаем завтра состоится, потому что я уже боюсь, я вчера прощался с Ильхамом Гейдаровичем, президентом Азербайджана, который собирался вместе с семьей посетить наш концерт. И он сказал, я с вами не прощаюсь, до встречи. Я говорю, дай Бог, чтобы нам ничто не помешало. И вдруг сообщение о том, что Ростропович ушел из жизни, Ростропович бакинец, как вы понимаете, там и улица, и школа, и в общем, он очень дружил с Гейдаром Ильичем, и Ильхам Гейдарович, к сожалению, не смог посетить, он полетел в Москву. Вот. Я надеюсь, завтра ничто не помешает нам, значит, вот, для того, чтобы концерт состоялся. И мы будем очень стараться. Будем стараться. Я вспомню тоже какие-то песни. Я очень хочу, чтобы здесь прозвучал Булат Акуджава на сцене. Вот. Я вчера посвящал памяти Ростроповича песню Булата, вы ее знаете хорошо, молитва, пока земля еще ехтится. Вот. Ну, наверное, вспомним что-то, если Нане будет в зале, может быть, мы с ней Белесос споем. Я не знаю, что. Ну, пока. Но, во всяком случае, я думаю, что программа достаточно интересная. Не стыдно будет с этой программой выйти на сцену Белесской филармонии. Ну, в общем, практически все. Думаю, все остальное от вас зависит. Да, еще вам хочу сказать, мне уже Миша урезонил, сказал, слушай, я не мог оторваться от Боржоми. Он сказал, журналисты ждут неудобно. Я говорю, ну, ладно, тогда не трогайте Боржоми, я скоро вернусь. Вот. Глупость, конечно. Это невероятная глупость. Вот такая маленькая деталь. Я в Сочи, когда прилетаю, я люблю ходить на рынок. Ну, там очень такой красочный рынок. И я говорю, кого там только нет на этом рынке. В общем, такой, особенно осенний-весенний период такой. И вот состоялся этот злополучный день заседания, пленарного заседания, на котором были приняты эти постановления о запрете ввоза грузинских вин, грузинских минеральных в Боржоми. Я выхожу. Ко мне подходит с камерой журналисткой и говорит, как вы прокомментируете то, что произошло с себя? Ну, как глупость. Как я могу прокомментировать? Ну, кто меня, кто имеет право лишить меня пить Боржоми или разливать грузинское вино за столом? Ну, кто? Это вековая традиция. Как не стыдно? У нас ни одно событие в России застолье не проходит без тамады. А тамада это грузинская традиция. Это не наша российская традиция. Я говорю, что же мы сейчас? Давайте откажемся от застолья, от того, чтобы ввел стол тамада. Я говорю, давайте откажемся. Я теперь, например, тамреко гверцители называю тамреко рукацители, чтобы звучало название грузинского вина. это, конечно, глупость, сказал я. Приезжаю из Сочи, и мы сразу с женой по дороге с аэропорта едем на рынок. Что такое? Ну, в общем-то, я не кокетничаю, я не страдаю от того, что меня не узнают. 50 лет я мозолю глаза на телевидении людям. Конечно, узнают. Я не претендую на какую-то вселенскую любовь, но то, что узнают, это нормальное явление. Вдруг бросаются ко мне со всего рынка люди, кто тащит мне арбуз, кто тащит мне яблоки, кто груши, кто... Я говорю, люди, успокойтесь, чем дело? Я говорю, спокойно, я сам выберу, я сам куплю, я достаточно... не-не-не, слушай, слушай. Я говорю, что происходит? Мы тебя по телевизору смотрели, ты молодец, как ты сказал, хорошо. Это вот они, оказывается, увидели интервью мое и решили меня, кстати, отблагодарить. Мне, конечно, это было приятно, хотя неприятно, то, что мне пришлось давать это интервью. Так что, давайте, пожалуйста, есть у вас какие-либо вопросы ко мне или к моим коллегам, к Анзору, к Михаилу, к Александру? Как вы? Датону. Давид, Датон. Вы сказали о том, что вы собираетесь продолжить свой доставный тур и намерены поехать в Плевалцию. Вы можете прокомментировать ситуацию, которая сегодня происходит на Таинских улицах и почему после того, как все-таки эти республики Балтийские были частью Советского Союза, после всего этого, почему они решили избавляться от памяти и почему такие неодекватные действия со стороны во всех странах Прибалтийских, как вы знаете, есть американские посольства. Это не политика Эстонии. Эстония это, ну, понимаете, это маленькая республика, деревня европейская. конечно бы она не посмела эта шапка, которая на слона, так сказать, лает, она бы не посмела этого сделать без указания. Она выполняет заказ. Заказ, за который, конечно же, ей платят деньги и поддерживают ее экономику. Так решили они. Но, конечно же, это поступок и дело не в российском солдате, не в советском солдате. дело в факте того, что человек, который воин, это символический образ. Так же, как стоит, скажем, Алеша в Болгарии, памятник Алеши. Символический образ солдатам. В Германии не демонтируют памятник воину-освободителю. А в Эстонии, несмотря на протесты, притом, не только русские, так сказать, соотечественники. Там очень много эстонцев, которые протестовали против демонтирования этого памятника. Это, конечно же, кощунство. Безусловное кощунство. Так же, как, скажем, было у нас в России, когда вдруг в этой эйфории демократии, когда, так сказать, президент первый завиал, станки, шманки и так далее, Растропович с автоматом вместо виолончели. Все красиво, все хорошо. Давай валить Дзержинского, давай валить памятник, вот стоит образ, который создал советского солдата-освободителя. Конечно же, если произойдет вот то, о чем я с вами говорю, я говорю, это абсолютно адекватно. Они не вмешиваются в эту ситуацию, которую нормальный человек не может не осудить. Мой соотечественник. Хотя для меня, вы знаете, родившегося на Украине, я бы обеспеченный контроль, но я понимаю, что это не украинцы придумали, что это придумали те люди, падение Советского Союза. Они там жили всегда. И почему их нужно трогать? Понимаешь, что-то оскорбит. Все дело в том, что у нас, я бы хотел, вот сейчас я был в Болгарии, начинал, 23-24 числа, поступал София Благаевград, Моссада израильского, заражались ПИДом ливийских детей. Чушь собачья с импульсом. Я бы хотел на него посмотреть. А что мы сейчас можем начинать Третью мировую войну? Потому что Эстония англезников своих членов. Поэтому обстоятельства очень печальные, очень... Ваша жизнь насыщена с работой. А какое-то прошение с самым важным и с самым счастливым? Самым полезным? С самым счастливым. В браке не в первом. Но 36 лет со своей дорогой цифрой. Хотел бы еще просто продолжить свою какую-то активную жизнь. Какой период считать важным? Ну, когда кокетничают люди моего возраста и говорят, каждый возраст имеет свои прелести, врут. Врут. Даже анекдоты говорят, давай тряхнем старину, а вдруг отвалится. Поэтому, конечно же, молодость есть молодость, зрелый возраст естественно, тоже уже, когда начинает человек подытоживать, так сказать, какие-то свои поступки, свои дела, это тоже, так сказать, определенный период. но рождение семьи, рождение сына первенца, дочь Андрея, Наталья, и рождение первой внучки, которая была названа именем моей дорогой мамы и так далее. Вот это все каждый период интересный. Каждый период. И, конечно же, печали много уже в моем возрасте, очень много ушедших друзей, шесть тех людей, с которыми меня связывала жизнь, композиторы, поэты, просто друзья мои, люди разных профессий. Я очень любил в молодые годы гастролировать. Восемь, девять месяцев в году я гастролировал. нет в Советском Союзе ни одного уголка, где бы я ни побывал. Мне было интересно. Я брал карту на эти такты и вот просто делал себе маршрут. Почему не стоило, скажем, наметить маршрут на два-три месяца без сольных концертов? Я пил каждый день по два-три сольных концертов. Потом и девушки сначала дело не ваше. Все периоды были очень интересными и важными. Знаете, как интересно вы там неужели нет? На комарник надеваешь, потому что комары вот такие. И поешь, ну это же 40 с лишним человек, ребят молодых. Несмотря на это, и несмотря на то, что в апреле 80-го, потом стало никуда приезжать уже по моей инициативе группы артистов для русских солдат только по той простой причине, что это наш народ. Как я могу выступать перед солдатами, которые после концерта пойдут стрелять в этот народ. Давайте собирайте чеченцев и русских, я с удовольствием буду. Мне это было интересно, и чеченцев, и чеченская война, для того, чтобы как-то облегчить их существование. все все это интересное. И Норд-Ост, который тоже согласился принять меня первым, я первым вошел туда к ним, и первым вывел оттуда женщин и детей, и англичанина одного. Почему спрашивают? Да потому, что люди, которые находятся в экстремальных обстоятельствах, это совсем другие люди. Это не такие, как вы, как я сегодня, это совсем особенные люди. Они забывают все свои низменные какие-то желания, поступки совершают. Они совсем другие люди. И с ними так интересно общаться, и так хочется их успокоить и дать возможность им отвлечься от этих страшных совершенно событий. А мне уже врачи не разрешают. Ну что тогда говорить, ну я герой, ну какой герой, я просто борюсь за жизнь во всех ее мы многое знаем о ваших культуре. в порядке очередь пожалуйста. Да. Мы очень рад что я спрошу в Польске. Да. И у меня вопрос вернувшись в Грузии. Ваше восприятие в Грузии 50-летней давности мы приблизительно представляем и нынешние. Есть ли какая-то то есть катафор от я бы сказал печальная разница и не скрываю это. Да, вы знаете вот мы сейчас с друзьями говорили когда мы ездили по печальным местам я проезжал улицы Тбилисские не центральные будем так говорить отдаленные улицы проезжал и я говорю господи хоть бы скорее зелень развела чтоб прикрыла вот вот все это совсем другой Тбилиси когда он весь зелени в лете но я понимаю что это не потому что у вас плохой президент или там плохое правительство нет не от этого ситуация я не удивляюсь это не только у вас это во всех республиках на постсоветском пространстве почему у нас такая вот позиция у каждого человека мы хотим чтобы сегодня Грузия жила процветающая Грузия жила лучше чем раньше лучше чем хотелось бы другим мы живем по принципу нет нет я хочу сегодня нет нет я хочу сейчас да Грузия как суверенное государство оно начинало свою жизнь в начале 90-х нужно строить было суверенное государство нужно строить новый фундамент новое государство новый дом а новый дом не бывает без того чтобы построить сначала стены потом оборудовать этот дом и так далее и так далее а мы хотим чтобы это все случилось как можно быстрее поэтому я не удивляюсь тому экономическому спаду который произошел в Грузии и во всех советских бывших республиках сейчас начинается возрождение повсюду повсеместно я хочу надеяться что и Грузия будет возрождаться это все знаете Грузия сегодня не знает так сказать не хочет вроде как бы разрывать взаимоотношения с Россией вроде в то же время оно взяло на себя обязательство перед американцами где американцы где Грузия мы рядышком с Грузией мы вековые так сказать соседи с Грузией но нет вот американцы они захватили все американцы и в Среднюю Азию и на Кавказ куда только это сфера наших интересов вот позавчера я был в Москве на послании президента Путина федеральному собранию где он достаточно откровенно высказался по этому поводу не по поводу Грузии а по поводу взаимоотношений и интересов американцев которые в общем захватывают мировое господство да для того для чего им не нужна Грузия им не нужна Молдавия им не нужна Украина им нужно господство им нужно они борются не с этими республиками они и не за эти республики они борются с Россией им нужно победить Россию во всех отношениях и они в общем я не могу сказать что небезуспешно они этим занимаются да но в принципе конечно же Грузия другая я помню мы с Анзони в 2002 году пошли прогуляться по Руставели знаете я человек сентиментальный слезы просто на глазах все в таком упадке еще месяц был какой-то не очень хорошо холодно улицы неубранные нищих такого количества я не видел в Индии такого количества бедные люди которые с протянутой рукой и невозможно пройти по улицам я зашел в свои любимые воды Лагидзе и стоят у прилавка значит две женщины в грязных передниках и никого ни одного человека мы заказали я на всех приходил на свои жалкие три рубля выпить стакан воды и съесть хачапури это у меня праздничный такой обед вот эти две женщины стоят темно одна лампочка горит в этом мраморном зале ты помнишь да и вот я вышел и говорю у меня сердце кровью обливается да что же ну узнали бог с ним я говорю как мы могли довести такую красивую страну как Грузия до такого состояния тогда не было Саакашвили тогда был Шеварнадзе вы знаете поэтому я говорю дело не в том конечно что убил республику Шеварнадзе возрождает Саакашвили дело в том что вы грузины на мой взгляд и люди живущие в Грузии вы ведете какую-то вот инертную жизнь вы все ждете ну ну сменим Шеварнадзе на Саакашвили Саакашвили еще на кого-то сменим и тогда мы заживем пока вы сами не заживете ни на кого надеяться вам не имеет смысла пока сами вы не проявите инициативу и не возьмете вообще жизнь страны в свои руки я не думаю что вам кто-нибудь поможет ни американцы ни россияне никто вам не поможет пока вы сами не подумаете о будущем и не возьмете в управление государства в свои руки я так думаю я конечно могу ошибаться вы можете меня поправлять но это то же самое происходит в России просто Россия страна побогаче в России вы знаете никогда в Грузии никогда не было ресурсов никогда не было промышленных предприятий таких которые базовых которые могли бы содержать республику а в России сплошь и рядом все и тоже было все убито химия была убитая сельское хозяйство убитое культура убитая первый раз в послании президента прозвучало слово культура видимо я уже так надоел Владимир Владимирович что он решил отразить это зазвучало слово культура библиотеки национальная культура народное творчество все я был счастливым на этом послании сюда молодым или вот сейчас конечно тех лет это была из советских республик самая богатая республика ни с того что не отсутствовало не было ни нефти ни газа ни золота ничего не было но она была самая так сказать и средства все выделяли бюджетные для этой республики Грузия жила лучше всех республик и красота была невероятная и вино лилось рекой ну в общем и не потому что я постарел а я высказываю свое субъективное мнение по этому поводу нет никакой обиды никакой досады обидно то что их выгоняют вот это обидно я думаю что правильно поступила бы Россия потому что ну что ж захватывать плацдарм грузинский для чего нам никто со стороны следующей границы грузинской нам никто не угрожает нам некого бояться и потом вы же все разумные люди сегодня такая военная техника и такое вооружение что не имеет значения какая база будет авиационная база будет стоять в Грузии американская или российская это не имеет никакого существенного значения вопрос просто политическая а это была российская база а вот завтра мы сделаем американскую базу еще раз по одному месту дадим России и так далее это идет спор титанов а все республики наши уважаемые они стали заложниками этого так сказать спора и так невидимой войны ну как можно прощать скажем простите вот мы только упокоили первого президента России ну как можно когда у меня спросили в Болгарии когда это произошло что я думаю по этому поводу я сказал у нас в России о людях ушедших из жизни либо говорят хорошо либо ничего не говорят и вы это прекрасно понимаете как люди христиане и так далее люди традиции но я сказал что я могу только сказать о периоде в котором жил этот человек человек период которого был омрачен расстрелом народных избранников расстрелом белого дома среди бела дня после чего он посадил этих людей кучер гонит взмыленных коней и кого обвинять нам и слабым и бедным что с обрыва вот-вот полетим под уклон что мордатый мужик от вина хмелевший нашу жизнь не спросив нас поставил на ком то ли вороны над нами что ж простимся господа на всякий случай знать до одери напился до ролей пьяный кучер пьяный кучер пьяный кучер гонит 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 взмыленных коней то есть никого не надо было предупреждать о ком это песня и о чем это песня но тем не менее надо было дальше жить моего друга отарика контришвили расстреляли в 94 году четверо детей осиротили двое сыновей две дочери одна из них сейчас свои принципы и своя позиция которую я высказываю и в репертуаре в своем который высказываю и в тех общественных деяниях в том числе и в государственной думе когда я единственный председатель комитета в государственном беспартии потому что я считаю безнравственным вступать в партию для каких-то ну знаете конъюнктурных целей я вообще за то чтобы законодателями были те люди состоявшиеся которым ничего не нужно в таком меркантильном конъюнктурном плане который вот приходит появилось желание служить вот я горжусь тем что мой округ сегодня который уже слился с Читинской области мой Агинский Бурятский на сегодняшний день мой округ по развитию своему считается самым лучшим округом в России я вижу Миша Миша должен сейчас задавайте вы искусство искусство но неоднократно поддерживали русский спорт русский спортсмен и особенно это главный и сегодня я знаю что очень мы очень посысков и очень посысков футболы и остаются ли те главные классы которые между нами были или поменялись поменялись какие-то отношения потому что я знаю всех это ваши поддержки там мы тренировали которые были если бы он был Абрамовичем было грузинское не Тбилисское Динамо а Челси Лизо знаешь есть такая поговорка скажи мне кто ты друг я скажу кто ты вот первое что сделал Еси Давыдович спустившись на грузинскую землю он не заезжая в гостиницу без передышки первое что потребовал чтобы его везли к святым местам и возложил цветы выдающимся деятелям культуры и спорта Давиду Кепиане и Кахи Ацетяне вот это футбол это больше чем спорт футбол это наша народная мечта это наше народное состояние особенно в Грузии конечно же жаль что нет сегодня такого масштаба футболистов как и Кахи Ацетяне Давид Кепиане и Михаил Мецкий и Слава Митривели и Муртаз Курцелава и Александр Чевадзе ну Вова Гусаев и не побоюсь этого слова сказать Ревад Зазвашвили кстати говоря Ревад Зазвашвили 62 матча сыграл за сбор СССР если кто не помнит помните как такой был Джордж Бест которого хранила вся Англия Джордж Бест это был непревзойденный футболист но как только так сказать со сборной СССР стали играть Ревад его просто выключил не надо этих аналогий его похоронили Бест а Ревад еще будет держи но тогда по футбольному Ревад похоронил уже давно Бест та же была с Любайским та же была с Жаичем в общем с великими футболистами Везо ну на все нужно время для того чтобы в Грузии опять все это воспалало нужно создавать новую пирамиду которая начинается с детей с условий то что говорит с Европой ну конечно ну так сказать это неразрывно понимаете вас тяжело понять англичанину там французу или кому-то грузинский футбол вот ты например когда было плохо у Ролана приехал спас эту команду и она осталась в классе за 5 туров значит ты поднимал латвийский футбол сегодня сборная Латвии участвовала в первенстве Европы кто это делал грузин потому что мы на нашем постсоветском пространстве лучше чем кто-либо друг друга понимает и вот сегодня конечно переходя к тому что к теме нашей главному событию нашей пресс-конференции то что Грузию посетил самый известный гражданин России на сегодняшний день Йосиф Давыдович Кобзон в Америке да в Америке был и есть Фрэн Синаган у французов Шар Азнавур у испанцев футболист тоже так сказать недалеко А вот у России у России есть Йосиф Кобзон у нас он есть потому что он принадлежит всем нам и не скрою когда Фрэнк Синатор был жив он все тоже так сказать в этой жизни сделал но он очень просил свое правительство Соединенных Штатов дать ему возможность спеть с Йосиф Давыдовичем вот сольные совместные концерты и в Москве и в Нью-Йорке но к сожалению он так сказать не дожил вот те о ком я говорю они считают Йосиф Давыдовича и это действительно так вот таким планетарным так сказать певцом и вот в это не самые легкие времена в истории российско-грузинских отношений Йосиф Давыдович приезжает для того чтобы вот знаете вот перечеркнуть все что так сказать плохое тут вот нагородили до этого потому что в грузинском в русском так сказать вот духе благородства идет на первом месте мы должны уметь прощать друг другу и новый лист отношений между нашими странами начинать вот с той строки которая так сказать напишет напишет своим завтрашним историческим событием потому что я считаю что завтрашний так сказать концерт это не только огромное творческое так сказать событие но это еще историческое событие потому что должна новая история писаться и она начинается значит должна начаться с муз потому как известно что когда музы играют все остальное молчит поэтому уверен что российско-грузинские отношения будут помогать и футболу грузинскому и российскому они будут помогать и культурам наших стран и они заставят всех тех кто в этом сомневается встать на этот путь потому что наши народы на этом пути стоят уже веками и а дружбу так сказать народов всегда и грузия и россия только выиграл ключ от спокойствия так сказать на кавказе для россии всегда лежал в билинском сейфе так сказать вот а грузинская российская культура многое из чего тоже то же самое что говорил ясно-дороч откуда появился тамада откуда появился вот этот вот тост откуда появился вот это вот культура культура питья и так далее это это из грузинского эпоса поэтому взаимопогащение культур наши так сказать братские отношения вот они должны опять выйти на тот на 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 вот те волны которые идут из наших серден иосиф давай здесь а это значит первое и главная ласточка что эти отношения они выпрямятся левая 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 я всегда вопрос последний вопрос на минуточку минуточку мы давно уже сейчас вы будете задать вопрос Вы, пожалуйста, для Тбилиси два слова о союзе Грузин России, так сказать, цель, и что реально практически можно что-то сделать для восстановления российско-грузинских отношений к этим самим с помощью этого союза. Потому что здесь Тбилиси о нем практически очень большая информация. Ну, общество Грузин России, оно существовало реально, но грузины, как правило, как бы они никогда не поддерживают друг друга вне Грузии, как обычно бывает. Но сейчас в связи с последними событиями, с прошлогодними событиями, значит, грузины начали объединяться. И союз Грузин России – это мнение, мнение общества грузин. Ведь когда были вот эти, кстати, первый человек, который поддержал и собрал пресс-конференцию в Государственной Думе, это был Иосиф Давыдович, который свое мнение, естественно, высказал, вызвал, пригласил единомышленников. Там были и другие политики. Там был и Жириновский, допустим, и другие, которые, естественно, тоже сожалели, что такие события были. Ну, а то, что касается союз Грузин России, это, естественно, у нас есть цели и задачи. Первое – это открыть авиа и вообще транспортные сообщения. Я думаю, что в ближайшее время опять не без помощи Иосифа Давыдовича мы добьемся этого, как бы достучимся к руководителям нашей страны, имеется в виду Россию. И дальше за этим последует. Я думаю, что постараемся, чтобы визы выдавались, потому что действительно нам скучно. Отцу 85 лет. Я бы хотел его полечить в России. А, увы, не может приехать. Резот Чхаидзе, который, значит, вылигой человек, да? Никому не нужно объяснять. День рождения, чтобы его справить, опять Иосифу Давыдовичу пришлось позвонить Лаврову и чисто на таких личных отношениях, то есть, выбить для него квоту, визы, пригласить его, справить день рождения, как положено, и отправить обратно. Вот и буквально в двух словах, какие цели и задачи у Союза, у этого общества, Союза Грузии России. Ну, скоро, я думаю, по делам вы услышите. На Арбате это? Нет, нет, нет. В ближайшее время все узнаете. Спасибо. Спасибо. Последний вопрос. Что? Один. Да. Мы мало что знаем о вашем бизнесе. Говорят, что вы очень состоятельный человек. Я очень сожалею, что вы, журналисты, не знаете, что существует закон, который преследуется уголовно, если депутат Государственной Думы занимается бизнесом. Двум категориям. А я уже последние 11 лет депутат. Вот, поэтому существует этот закон. Две категории депутатов могут заниматься своим бизнесом только творческим. Это творческие работники и педагоги. Все. Но. Ну, на счет состоятельной вы правы. Нет, нет, но я хочу вам сказать, конечно же, это мне напоминает, знаете, это когда Нострадамус, маленький Нострадамус, спрашивает у своей мамы дома, говорит, мам, а что у нас на завтрак? Она говорит, можно подумать, ты не знаешь. Вот. Конечно, вы все знаете, вы все догадываете, все понимаете. Да, я лоббирую бизнес, мне помогают мои друзья, бизнесмены. Проект этот, вот знаете, ну в кои веки, в Тбилиси, Баку, Ереван и так далее, можно привезти 200 человек артистов из Москвы. Это же дорогого стоит. Билеты, размещение в гостинице, транспорт, аренда помещения, гонорар суточный. Вы понимаете, что это очень дорогой проект, но мне очень хотелось его сделать. Конечно, я обращаюсь к моим друзьям, бизнесменам, которые меня поддерживают, и которые помогают мне. Поэтому конкретным, как вы предполагаете, бизнесом я не занимаюсь. Я, во-первых, без всякой ложной скромности хочу сказать, что я никогда не ставил себе задачи. Завтра проснуться популярным, послезавтра заработать первый миллион и так далее и тому подобное. Я всегда своим студентам говорил, которые безумно стремятся только к одному, проснуться утром знаменитым, популярным, чтобы на улице показывали пальцы, говорят, вот он идет, вот он. Модно одеваться, а это мода, не его, не идет ему это. А он это любит. Это сразу же. Это сразу же. И как руководить этого проекта, я вернусь. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok